Румыния, Болгария, Турция и конечная точка – это Грузия. Сергей делится маршрутом и собирается в дорогу. В Одессу он приплыл из родного Днепра тоже на каяке. На борт идет все самое необходимое, но среди провизии есть и сладенькое. Можно обойтись и без этого варианта. Скажем так, делаешь себе приятный какой-нибудь шаржик. Для того, чтобы жизнь была немножко в краш. Особенно, когда ты целый день пашешь, а пашешь в 8-12 часов под веслом, где отдых может составлять всего лишь 10-15 минут за весь день. Сергей Гордиенко – инструктор по выживанию и профессиональный путешественник, совершивший сотни экстремальных путешествий. Экспедиция называется «Мост Содружества». Вот, собственно, одна из главных задач – это не только пройдет маршрут, собрать возможные материалы по окружающей среде. Где-то там будет очень богатый материал. Материал о живых организмах, которые, собственно, сейчас обитают, их состояние. Вот и после экспедиции по Черному морю путешественник отправится сначала в экспедицию по Европе, а затем совершит кругосветку и даже переплывет Тихий океан. Но это уже на более массивном транспорте. Болидного типа каяк, он 10-метровый, он пошире, конечно, у него сзади каюта и он снабжен приборами и так далее. На сегодняшний день на таких каяках болидного типа пересекло очень немного людей. Плавание по Черному морю займет около шести месяцев. Ночевать Сергей будет на берегу в палатке. А еще в планах – встречи с местными студентами, учеными и школьниками. Еще одна цель его путешествий – показать храбрость украинцев. Анна Городенцева, Михаил Данилов, Телеканал Репортер.